Сегодня мы продолжим говорить о плане победы. На прошлой неделе мы говорили о плане победы, и мы говорили о том, что такое план победы. Это проверенный план. Если вы будете следовать ему, то будете успешны в жизни, точка. Бог желает, чтобы мы жили в победе. На прошлой неделе мы узнали, что если мы хотим быть успешными в проблемах или трудных ситуациях, а все мы проходим через это, мы не на небесах пока, и мы каждый день сталкиваемся с проблемами. Что нам нужно делать? Нужно обращаться к Богу. Первое, что нужно, — войти к Богу. Когда вы входите к Нему, это успокаивает ваш дух. А когда ваш дух спокоен, вы начинаете видеть настоящую причину переживаний или проблем внутри. А когда вы видите это, Дух Святой помогает вам, давая вам план Писания. Вы начинаете видеть, что Писание говорит о вашей проблеме или ситуации. Далее записываете эти слова, а после этого Дух Святой начинает вести вас, дает вам силу, чтобы исполнить то, что вы записали. Это проверенный план Победы. Сегодня мы перейдем к второй части этого плана. Хочу спросить вас, кто-нибудь из вас когда-нибудь имел дело с искушениями? Похоже, что это нужная проповедь. На этой неделе мы будем говорить о том, как проходить через искушение. Кто из вас хотел бы быть успешным, чтобы победить врага, когда он придет искушать вас, побуждая сделать неугодное Богу? Мы все хотим этого. Все мы сталкиваемся с искушениями. Вот почему так важно иметь рабочий план, когда они приходят. Искушения придут. Искушения — это не грех. Некоторые христиане думают, что если они искушаются, то грешат. Искушение — не грех. Иисус был искушаем. Искушение приходит ко всем. Если вы говорите, что искушаетесь, то вы говорите не о том, что грешите, а о том, что враг атакует вас. Я услышу на это. Аминь. Вы не должны стыдиться искушений. Иисус был искушаем. У нас лишь должен быть план, чтобы мы могли успешно справиться с искушением. И мы рассмотрим, как же это сделать. Во-первых, мы должны понять, почему существуют искушения. Я хочу, чтобы мы открыли послание к Галатам, пятую главу. Мы должны понять, что есть две силы, которые постоянно активны внутри нас. У вас есть греховная природа и Дух Божий. Они противятся друг другу. Итак, вот что тут сказано. Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа. А Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно, скажите, постоянно, постоянно борются друг с другом. И в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. Они борются друг с другом, желают разных вещей. Это все равно, что держать двух собак. Это два питбуля. И побеждает тот, которого вы будете кормить. Это борьба. И если вы сталкиваетесь с этим, то не думайте, что с вами что-то не так, что вы какой-то странный, необычный. На самом деле, это признак того, что вы христианин. Подумайте, вот о чем. До того, как вы покаялись, у вас не было таких мыслей. Люди постоянно говорят мне об этом. Я сам вижу это. До того, как я покаялся, у меня не было проблем с чем-то. Я просто брал и делал. Во мне не было Духа Божьего, который боролся со мной и за меня. Мы, христиане, переживаем борение внутри. Вот почему мы призваны ежедневно распинать свою плоть. Это борение внутри с плотской природой, которая пытается взять верх. Мы должны распинать ее каждый день. Мы должны каждый день принимать решение. Открывать двери к Богу, а не греху. В Бытии сказано, что грех стоит у двери. Но мы должны покорить его. Интересно, что в первой книге Библии грех стоит у двери, а в последней книге — Иисус. Друзья, я не шучу. Вы должны поступать так каждый день. Не переживайте о следующем дне, неделе, годе. Разберитесь с тем, что происходит сегодня. Каждый день мы должны принимать решение. Я открою дверь Христу, а не греху. Это решение. Когда вы просыпаетесь, то слышите, как кто-то стучит в двери. Иисус стучит в одну дверь, а враг — в другую. Мы решаем, как проведем день, выбирая, какую дверь открыть. А если мы просыпаемся и говорим примерно так? «А, у меня нет времени, чтобы говорить с Богом. Мне нужно ехать». Вы открываете не ту дверь. Вы позволяете врагу сделать так, чтобы вы упали. Мы должны открывать двери Христу и распинать плоть. Скажите, «Плоти нет». Я не пойду туда. Я принимаю решение следовать за Богом сегодня. И это не одноразовое, а ежедневное решение. Но откуда приходят искушения? Вы не задумывались, откуда они приходят? В послании Иакова 1 главе мы видим, откуда они приходят. Мне нравится первая часть, где сказано, что Бог благословляет тех, кто переносит испытания и искушения. Когда вы получаете благословение, скажите. Когда переносите. Когда приходят искушения, и вы проходите через них. Бог благословляет вас. Но смотрите, что сказано. Когда Он выдержит его, то получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит Его. Я хочу сказать вам, что любовь мотивирует проходить испытания. Так как я люблю Бога, я не буду открывать ни те двери. Я открою правильную дверь. Открою дверь к Иисусу. Я всегда говорил своим детям в детстве, «Никогда не поступайте правильно, потому что вы стермеры». Ваша фамилия ничего не значит. Точно так же ничего не значит и тот факт, что вы дети пастыря. Не поступайте правильно, потому что люди ожидают от вас этого. Или вы думаете, я ребенок пастыря, и должен поступать правильно. Это неправильная причина. Я сказал им, поступайте правильно лишь из-за вашей любви к Богу. А вот что должно мотивировать наша любовь к Богу. Это мотиватор для победы над искушениями. Далее говорится, когда вас постигает искушение, не говорите, «Это Бог меня искушает». Бог сам не может быть искушен злом и не искушает никого. Смотрите, так откуда приходит искушение? Вы должны быть искренними. Это ваше собственное желание. Когда дьявол пришел за Иисусом, он сказал важные слова, «Но не имеет ничего во мне». Смотрите. «Каждого человека искушают его же собственное желание. Они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть». Иными словами, Иисус в свое время сказал, «У него нет ничего, чего бы я желал. Он не имеет ничего во мне». Мы должны дойти до того момента, когда мы будем распинать плоть каждый день и не будем ничего желать. Ведь когда у вас нет желания, как это может искушать вас? Но важно понимать, что у всех нас есть слабости. У каждого есть склонности к одному или другому. У кого-то это похоть, у другого жадность, у третьего сплетни, у четвертого наркотики. Часто мы говорим, «Ну, проблемы у наркоманов». А то, что я сплетничаю о ком-то, это, в общем-то, и не проблема. На самом деле, если посмотреть на Божий список того, что он ненавидит, то там нет прелюбодеяния и наркотиков, но есть разделение. Мы любим говорить, «А мой камень не такой уж большой, не имеет значения, каких размеров ваш камень». Если уронить их, они оба упадут на дно океана. Вот почему так важно понимать, что у нас есть определенные склонности, которые враг будет использовать, чтобы убить вас. Знать их — это немалая часть победы. Мы в церкви. Буду откровенен. Кто знает, какова та сфера, с которой у вас больше всего проблем. Пожалуйста, если вы знаете, то пока приготовьтесь, я попрошу вас сейчас поднять свои руки, если вы это знаете. Мы все знаем, и это хорошо. Вы должны признать это, потому что это часть смирения. Ну что, а теперь оглянитесь по сторонам. Мы понимаем, что враг может использовать это желание, и у меня должен быть план победы. И сейчас мы посмотрим на этот план, друзья. Вы желаете получить план победы? Тогда вот вам первая часть. Это водительство Духа Святого. Будьте водимы Духом. Посмотрите на послание Галатам, пятую главу, шестнадцатый стих. Этот стих идет перед другим, который рассказывает о войне, плоти и Духа. И сказано здесь вот что. А я говорю, живите по Духу. И тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Ключ к победе даже там, где у вас склонности, это водительство Духа. А для этого, в первую очередь, нужно понимать, что Он существует, и что Он хочет помочь вам. Его зовут помощник. Он желает помочь вам. Но говорите ли вы с Ним? Библия говорит, чтобы мы общались с Духом. Знаете ли вы Его? Его голос. Мы должны понять, что Бог дал нам помощника. Он главный помощник. И Он в вас. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Если мы хотим победить врага, то должны помнить о силе внутри нас. Я говорил вам о том, что мы открываем двери либо Иисусу, либо греху. То же самое касается и водительства Духа. Дух идет в воле Божией. Плоте идет вне воли Божией. Я хочу сказать вам, вы не можете идти за двумя людьми, которые идут в разном направлении. Вы можете следовать лишь за одним. Вы должны смотреть и каждый день делать выбор. Я буду следовать за Духом Божиим. Я буду следовать за Духом Божиим. Я сделал выбор, и я иду в этом направлении. Я не буду следовать за плотью. Я буду следовать за Духом. Важно, чтобы мы понимали и сотрудничали с Духом Божиим, чтобы быть сводимыми им. Послушайте, на чем вы концентрируетесь, туда вы и идете. Если вы едете на машине, и мимо вас пролетают другие... Когда я служил в армии, то ЦРУ и другие агентства учили меня, как водить машину на большой скорости. Я мог сделать разворот на 360, на 180 градусов. Я мог быстро ехать как передом, так и задом. Я мог ехать 100 миль в час в двух дюймах от другой машины и не врезаться в нее, даже если бы там резко нажали на тормоза. Нас учили, что ты поедешь туда, куда смотришь. Вы попадете туда, куда смотрите. И во времена искушений или трудностей мы должны смотреть на Дух, а не на плоть. Ведь если вы будете следовать плотским желаниям, то отойдете от воли Божией. Вы должны следовать желаниям Духа. Вы должны принять их, и вы примите, если любите Бога. Мы можем ощущать, что теряем мир и радость. Послушайте, никогда не поздно повернуться и пойти в эту сторону. Не говорите, «Я выбрал не тот путь». Ну, что поделать? Буду тогда идти по нему. Нет, не надо. Признайте ошибку и повернитесь. Я услышал сегодня. Аминь на это. Вернитесь к Иисусу. Быть водимым Духом — это ходить в свободе, побеждать плоть, распинать ее. Второе. Будьте молитвенником. В Евангелии от Луки 22 главе 40 стихе сказано, придя же на место в Гефсиманию. Сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитва помогает нам не впасть в искушение. Искушение есть, и это ловушка. Враг ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. О чем он говорит нам? Будьте внимательны, будьте на стороже, относитесь к этому серьезно. Друзья, это не площадка, на которую мы выходим играть каждый день, а зона военных действий. Важно, чтобы мы понимали, что должны каждый день брать все оружие Божие. Мы должны воевать каждый день. И один из методов нашей борьбы — молитва. Если мы будем молитвенниками, то не будем притыкаться от искушений. Мы будем видеть ловушку и не будем идти к ней, а путем избегать ее. Но для этого мы должны быть людьми молитвы. Чуть позже ученики уснули, а Иисус пришел к ним и сказал, «Проснитесь и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». Часто мы, христиане, засыпаем, думая, «Я не должен молиться так, как молился, когда только покаялся». Нет, должен, потому что враг реален и хочет уничтожить нас. Мы не заметим этого, если не будем молиться. О чем мы должны молиться каждый день согласно молитве Отче наш? Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Бог желает, чтобы мы молились и размышляли. Ведь в противном случае мы будем как лягушка, которую посадили в кастрюлю с холодной водой, которая медленно нагревается. Лягушка не вылезет из нее, потому что даже не видит, что с ней происходит. И вскоре ей конец. Есть множество христиан, которых дьявол посадил в холодную воду. Он говорит, им все будет хорошо, а так как они не обращают внимания, со временем вода становится все горячее и горячее, пока они не гибнут в ней. Но если вы молитесь и вы говорите, что-то тут не так, я знаю Бога, здесь что-то не так. Знаете, как людей учат отличать подделки? Им дают настоящие деньги. И когда они долгое время работают с настоящими деньгами, то когда что-то ненастоящее касается их рук, им что-то кажется не таким. Друзья, когда мы имеем дело с Господом, ходим по духу, молимся, то когда что-то не так, мы чувствуем это. Мы ощущаем это и говорим, нужно проверить. Мои чувства говорят, что что-то тут не так. Мы должны быть вводимы духом, должны быть молитвенниками и должны пребывать в слове. 118-й Псалом, 11-й стих говорит, «В сердце моем сокрыл я слово твое». Для чего? Чтобы не грешить при тобою. Я постоянно слышу, как люди говорят, «Я никому не приношу вреда». Джимми, ты когда-нибудь слышал такие слова? «То, что я делаю, никому не вредит». Это я и мои дела. Друзья, вы понимаете, что вопрос не в вас, а в Боге. Когда мы грешим, то раним Бога. А если мы любим Бога, то как мы можем ранить Его? Это должно расстраивать нас. И когда мы храним Божье Слово в сердце, оно помогает нам видеть трюки врага. Оно помогает нам понять. Постойте, а это не Бог? Это подделка. Нет, я не поведусь на нее. Хочу спросить вас, когда Иисус был искушаем, то как Он побеждал дьявола? Он сказал, «Написано» несколько раз. Дьявол сказал свое, а Иисус ответил, «Написано, не искушай Господа Бога твоего». «Написано, не хлебом единым». «Будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Он отвечал, «Написано». Многие христиане забывают о Слове Божьем и не знают, что написано. А если вы не знаете, что написано, то как вы собираетесь бороться с врагом? Как вы собираетесь победить врага? Ведь если вы знаете часть Слова, вы не знаете всей истины. Писание говорит в Псалмах, что все Слово истина, а не часть Слова. Когда вы знаете лишь часть, а не все Слово, то сатана сможет легко управлять вами. Дьявол пытался проделать это с Иисусом. Он сказал, «Написано, если сбросишься с храма, то ангелы поймают тебя». На что Иисус ответил ему, «Да, но так же и написано. Он знал, что враг хитер». Посмотрите, как он поступил с Евой. Подлинно ли сказал Бог? Многие христиане не знают, что сказал Бог. И когда враг говорит, «Подлинно ли сказал Бог?» Или это Слово твоего пастыря? Или это Слово культуры? Сказал ли Бог это на самом деле? Это законничество, которое пытается удержать тебя. Неужели Бог сказал, что ты должен страдать за правильные поступки? Бог не желает, чтобы ты страдал. А знаете, сколько раз люди говорили мне об этом? Они говорят, «Бог не может ожидать, что я буду страдать за правильные поступки». Правда? А где вы об этом прочитали? Потому Библия говорит о том, что он призывает нас страдать за праведность. Он говорит, «Как я страдал, так и вы пострадаете». И когда мы не знаем Писание, то становимся как волна, которую бросает туда-сюда. Мы сталкиваемся с другими лодками, и нам не весело. Мы не живем в победе, в успехе. Но Бог говорит, что мы можем жить в победе, если будем знать Слово. А вот почему мы должны пребывать в Слове. Мы должны знать Слово, чтобы жить в победе. Я хочу рассказать вам одну историю. Вы не против, если... Я буду говорить еще минут пять. У меня осталось еще 14, но я использую 19. Сейчас есть одна лотерея. Если я не ошибаюсь, то на кону 470 миллионов долларов. Есть христиане, которые говорят, «Я куплю лотерейные билеты, выиграю в лотерею и отдам часть денег Богу». Я смогу так много дать Богу, когда выиграю в лотерею, но на самом деле они ведутся на ложь. Почему я не играю в азартные игры? Что Библия говорит об этом? Все дело в том, что я знаю не только логос, написанное слово, или личное слово, рэма. Я знаю суть слова. Суть слова — это принципы, которые Бог открывает через истории. Благодаря этим историям мы узнаем, каков Бог, что Ему нравится, а что нет. И Он помогает нам принять правильные решения. Называется это зрелостью. Мы знаем, что нравится Богу. Итак, почему я не играю в азартные игры? Во-первых, мы судим дерево по плодам. А то, что окружает азартные игры, нельзя назвать хорошим. Это пьянство, разврат. Когда правительство ставит знак, на котором написано, что азартные игры вызывают зависимость, и что вам стоит позвонить по этому номеру, кто из вас вообще понимает, что вам не стоило бы заниматься этим никогда? Это зависимость, как наркотик, кокаин или героин. Мы должны помнить о том, что люди принимали решения, бросая жребий, пытаясь услышать Бога. Дьявол извратил это, превратив в игру на шанс, с которой никак не связан Бог. Это ложь дьявола. Все, что окружает, это ложь. Знаете, мне не нужны азартные игры. Почему? Потому что я знаю слово и не хочу попасть в ловушку, которая лишит меня многого. На самом деле, известный факт, что жизни всех победителей лотерей были разрушены. Жизни этих людей закончились. Сказано, что если вы ищете денег, это ловушка. Библия говорит нам о том, что сребролюбие или любовь к деньгам это корень всякого зла. Это ловушка, которая поймала многих. Мы не должны попасться на нее. Знание слова помогает вам в этих сферах. Кроме того, четвертый пункт, у вас должен быть план действий. Последний пункт, план действий. Во втором послании Коринфянам 10 главе написано нечто важное. Покажу вам простой план, которому все мы можем следовать, чтобы иметь победу в жизни. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. По правде говоря, я бы предпочел, чтобы мы могли увидеть дьявола. Достать меч и атаковать его. Или достать автомат, чтобы не было ножа против автомата. Раз, все, я победил. Но мы не так воюем с дьяволом. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Когда я говорил о ваших склонностях, о том, что приближает вас к искушениям, или с каким грехом у вас проблемы, то имел в виду именно это, твердыню. Это твердыня. Но Бог говорит, что мы можем разрушить их. Не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Хочу показать вам простой способ запомнить это. Я помню план действий по пяти пунктам. Брат Вейн любит связывать истину с акронимами. Брат Вейн, я последовал твоему примеру, и как-то пошел в испанскую церковь с акронимом. Все закончилось плохо. Это был английский акроним, к испанскому слову, и ничего не вышло. Совсем ничего. Так что теперь пять пунктов. И вот первый пункт. Друзья, вы должны увидеть ложь. Вы начинаете идти в каком-то направлении и замечаете его лишь в пути. Вы сидите и осознаете, что думаете о чем-то, о чем не должны были думать. Вы должны видеть, что делает враг. Вы должны увидеть, что что-то не так. Я в слове, в молитве, вадим духом, и что-то здесь не так. Мои чувства говорят, что это ложь, и я не буду ей верить. Далее, вы должны дать отпор врагу. Когда вы увидели ложь, то должны сказать, «Враг, я обличаю тебя во имя Иисуса. Отойди от меня». Это не чистая мысль, «Я не буду идти за ней». Друзья, мы понимаем, что грех — это не действие, а размышление о нем в духе. И когда к вам приходит мысль, не дайте ей осесть вашим сердцем. Вы не можете помешать птицам летать у вас над головой, но можете не позволить им свить гнездо у вас на голове. Если это случилось, побрейтесь, пожалуйста. Просто сделайте все. Все, что нужно. Дайте отпор врагу. Скажите, «Тебе здесь не рады». Нет, я отказываюсь от этого. И в-третьих, вы должны восстанавливаться и размышлять над истиной. Я приведу вам пример с похотью. Это касается большинства мужчин и женщин. Предположим, что вы зашли в Фейсбук, и кто-то из прошлой жизни написал вам. И тут вы ощутили что-то в своем желудке. А потом вы вспомнили о том, что вы делали с этим человеком. Внезапно вы оказались в искушении. Что вам нужно в этот момент сделать? Вы должны понять, что это опасно. Слышите? Опасность. Загорается лампочка. Опасность. Вы должны увидеть это. Дать отпор сатане. А что делать дальше? Скажите. Вы должны восстановить истину. Обратиться к слову. Вы говорите, «Сатана, я противостою тебе». Библия говорит, что я не должна завидовать жене ближнего. То же самое касается и мужчин. Мы должны противостоять греху, когда он еще в корне, в зачатке. Друзья, какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова